Геннадий Тихонович, мир вашему дому! Я тогда все варианты проиграл, никуда не иду, сижу и жду. Так, все, поехали. Что пришел, с каким делом? Ну вот, до самой сути есть такая передача на канале Спас. Сразу по заголовку. Нигде до самой сути не доходит, ни одной передачи не видел. И поставили женщину руководить. Куда это годится? Ходит в штанах, главное. Какая суть-то, когда она в первую очередь, как она одета? Без платка и прочее. Какое отношение имеет? Священники там торчат, стоят на вытяжку перед ней. Позорище. До самой сути дошли. Подкаблучники несчастные. Там смехотворцы часто бывают, там в Островске. Пархоменко этот. Люди вообще не верующие, священники-то. Посмотри, что они делают. Когда начинаешь смотреть, думаешь, зачем ты? Антихрист при дверях прямо уже в прихожей стоит. Они и венчать его будут. Ветхий завет это ничего не значит. Это понимать надо не так. Они ни каноны, ни святых отцов не знают, ни Библии, ничего нет. И хохочет стоит все время. Зубы скалит. Где вы видели, чтобы Христос смеялся? Горе смеющимся ныне. Горе. Горе смеющимся ныне. Блажены плащущие. Ибо они утешатся. Смех ваш обратится в плащ и рыдание. Они ничего этого не хотят знать. Он нашел кормушку, перерез передними, перерез и задними теперь. На все самое тяжкое идут. И никто не скажет слово скажи. Все, сбунтовались. И на них конец где-то рядом будет. Вот это я сразу тебе по названию говорю. Название фальшивое, хитрое и обманчивое. Поехали. Передача началась со слов. Так все-таки покупка происходит в храме и торговля, либо это пожертвование. Но если это пожертвование, почему тогда ценники? Почему цены разнятся в зависимости от прихода и так далее? Это вопрос. Мне вопрос задают. Скажите, вот вы говорите, что женщина не должна в брюках. Так вы их что и выводите из храма? Я говорю, никогда не выводили. А почему? Да мы их никогда не запустим. Она в машине приехала, она не имеет права из машины выйти на территорию деревни в штанах. Это первое. Уж не досмотрели где-то, все равно подойдем, скажем. А тут главное, ценники. Не должно быть торговли. Где торговля, означает Христос еще туда не приходил. Мы видим торговля, обмен идет, деньги. Пришел Христос. И при том события, которые делает Христос, они неповторимые. Здесь синхронно. Первый раз он изгоняет, читаем мы, там, вторая Иоанна. И говорит, ты знал? И говорит, дом мой. Дом молитвы наречется. А вы сделали его домом торговли. Домом торговли. А не можете служить Богу и мамонне? Не можем. Вот это и мамонники собрались. А они мамоневу и Ельзиуловичу жизнь прослужили. Их поставься на евангельский путь. Вот я конкретно каждому священнику. Ну, допустим, того же Пархоменко. Сказать, вот вас выбросили где-то. Вот американцы, когда проверяют, последний экзамен такой. Тебя забрасывают в Саудовскую Аравию. Ничего нету. Ни документов, ничего. Ты должен все приобрести. Войти в эти люди. Устроиться на работу и дать сигнал. Все готово работать. Вот когда в спарте учили, их учили долго. Учили, кажется, с двух лет. Как от груди мать отсадит только. И последний экзамен был. Его пароли. Пароли и выкидывали через забор. Все. Иди воруй, что угодно делай. Как проживешь? Через год придешь и посмотрим. На счет Игодин. Везде были экзамены. Здесь экзамен такой. Их где-то отдельно выставить. Ну, допустим, на севере Норильск. Ну, любой там. Магадан, на юг, Кушка. Ничего у него нету. Ни копейки. Начинай жить. А где храм? Захромались. Нет храма. Вот и теперь. А где люди верующие? Ничего мы не знаем. Начинай работать. Вот ведь как надо делать-то. Я не говорю послать их в Афганистан. Там голову-то отрубят. А вот именно так. Здесь, в России. А вот община какая здесь? Он не знает названия, что община неприменима к ним нигде. Община это люди знают вместе. Друг друга. Сидят за столом, беседуют. Батюшка с ними. Когда у нас общий. А там ничего общего нету. И вот этот первый вопрос, он уже сразу под откос потянул. Второй раз, когда Господь перед страданиями на страстной неделе, в понедельник зашел, называется вертепный понедельник. Он говорит, а вы его, дом мой, превратили в вертеп разбойников. И опять опрокидывает скамьи. И что они? А какой властью ты делаешь? Они уже знают. Любой ответ против Христа. Власти две. Сам делает Бог и священнослужитель. А он из колена Иудина. А Бога никто не видел. Ты какой властью делаешь? Власть совести. А что это такое? Совесть пережитых еврейства, как Гитлер говорил. Что они разве не знают? До Христа здесь покой, мир, торговля, бойко идет, обмен валютой, все идет. Христос пришел, полетело все вверх тормашками. Вывод. Христа нету. Там не заходил еще в этот храм Христос, где идет торговля. Или он зашел через крышу или как-то. Но мимо не проходил. Он бы выкинул их. У меня в книге для кисленного православия там есть такая статья. Торговля и храм несовместимы. Это из газеты. Я тут материал отдавал в газету. Торговля и храм несовместимы. Я слышал только, кажется, у Всеволода Шпиллер был такой в Москве священник. Ну, может быть, это сведения не точные, но я слышал давно. Они вытащили церковный ящик. Он сначала провел работу такую капитальную. И теперь мы сжигаем. Это не просто деньги. Это старый жид присосался к нашему телу и сосет из нас стойки. Я вот пошел. Вызвали. Какой-то здесь налоговый отдел. Деньги. А почему отчет не даете? А какой отчет? Ну, о приходе. А какой приход? Вы что, православная же? Зарегистрирована. Православная община? Ну, мы смотрим. Православная община. Что там есть? Крещение, деньги. Сколько было венчаний. Сколько чего, где. Процент отходит на нас. Я говорю, у нас все бесплатно. Как бесплатно? А из кабинета в кабинет забегали эти. И ничего нигде нету. Нету. Добровольное пожертвование. А с ценой никак не возьмешь. До сети на все поглощает. Дальше. Дальше вопрос. Так. Так вот. А почему тогда, вот так она и дальше спрашивает. Почему все-таки тогда ценники, то есть если это, ну, то есть если вы это называете пожертвованием. Я отвечаю, что мы женщин не выводим, потому что не запускаем. Так эти вопросы все отпадают. Торговли нету. Все. Никаких ценников нету. Все бесплатно. Должна быть святая десятина. Поэтому к вопросу все снято. Но они никогда на это не пойдут. Какая там десятина с бабки? Да и кто будет платить, если у них членства нету? Эти вопросы-то не по Евангелию. И поэтому они только из-за того, что запустили торговлю. Сразу торговлю убираем. Все исчезло. Все остальные вопросы. А как они заходят, а торговли нету? Какие ценники нету? Почему у нас нету? Ты у нас был в храме? Какие ценники? За что? Все бесплатно делается. Все. Но приехали к нам на крещение. Там снято даже в фильме есть. И покрестить. Мы говорим, у нас сначала мы должны узнать, заниматься. Как? А у нас старшего ребенка пришли, заплатили. Э, нет. Он на мотоцикл, поддал газу и уехал у нас совсем. В деревню к нам, по Теряевку приезжали. Работать надо. Я уж не говорю по полной программе. Это ну хотя бы десятую долю программы. Вот у нас 450-500 часов было в университете. Сегодня 20 минут даже нету. Люди вообще неверующие. И вот здесь у меня ролик стоит, я его перетащил к себе. В Москве решили узнать про Евангелие. А вы кто? Православные? Не православные, они мимо проходят. Если православные, сколько Евангелий? Только один какой-то негр назвал. Правильно, по порядку. Негр. А он говорит, да я так, просто. А они один не могут назвать. Да два Евангелия назвали. Ну, извините, я не знаю. Да что-то забыло. Это православие, которым патриарх манипулирует. 70 процентов, 75 православных. Из тех, которые ходят в храм, только 0,3 процента что-то знают. И у меня есть из тьмы язычества. Здесь Цепенникова Евгения Павловна, доцент. В Алтайском государственном техническом университете. Она провела опыт опрос 3000 студентов. Я могу его сейчас засчитать просто. Вот послушай, минуточку так. Меня подожди, я сейчас туда зайду. Так, я не ожидал. Главное, чтобы вы были крупным планом, Игнать Тихович. А? Ваше изображение, чтобы крупным планом было на экране. Ну, маленько, маленько. Да, когда будет не так. Так, теперь подожди-ка. Вот ответ из тьмы язычества. Потому что... Из мрака язычества. Я неправильно. Кавычки открыты. Вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза. Вуз был, а теперь университет. Крещено 9 лет назад. Воцарковилось ли? Вопрос. Во Христа крестилось. Но облекаться во Христа труд всей жизни. Регулярно посещать храм стало только тогда, когда Господь привел петь на клиросе. Преподаватель университета, где 21 тысяча студентов. Где учатся студенты из 18 стран. Ведущий университет. За 5 лет преподавания в Алтайском государственном техническом университете. Мне пришлось встретиться с 3 тысячами студентов. Помаленьку, отлагай в памяти. 3 тысячи. Это опрос. На протяжении 5 лет. 1994-1999 года. Я проводил анкетирование. Было опрошено 3 тысячи человек в возрасте от 17 до 23 лет. Это студенты первых, третьих и третьих курсов. 14 факультетов. 100 групп. А видишь как? Она. Какого возраста, когда, в какое время. Все. Опрос показал. Первое. 0,3% безоговорочно считают себя православно верующими, исповедуются и причащаются. То есть из 300 человек только один. Второе. 50% никогда не задумывались над проблемами веры. Третье. 2 тысячи студентов. 66,6% считают православие устаревшим. А крещеная-то церковь стяжательницей. Служители ее мракобесами или неискренними людьми. Неискренними. Которые служат не Богу, а себе. Вот она торговля. Про нас никто этого не скажет. Четвертый пункт. 2 500 человек. Это 83,3% считают, что в молодости надо грешить, а в старости каяться. Пятый пункт. 2 900 человек. 93,3% не смогли ответить на вопрос, что такое целомудрие в духовном смысле слова. Интересно, в этом университете потерялись 5 абитуриенок с матерью. Исчезли. Ну и допрашивали их. Всех перебрали. Ко мне приезжали в лагерь. Но я не знал. Они тайно приехали. Вроде бы кого-то привозили. Там Киргизова Ксения исчезла. Родители зажиточные. Ну и колдунов тут добрались. Служители сатаны. А у вас в жертву не приносят? Он говорит, приносят. А при чем тут мы? Ну может быть. Да какие может быть? У нас девушки приносят. Девушек приносим. Где вы в университете нашли девушек? Вот какой ответ они дали. Колдуны. Пятый значит так. Шестой пункт. 99,7% не смогли объяснить, чем православие отличается от других мировых религий в вопросах о спасении. То есть у нас спаситель. Христос умер за грехи людей. Голгоф. Они не могли ответить. Седьмой пункт. 2 990 человек. 99,6% считают веру признаком слабости и ущербности, недостатка образования. Восьмой пункт. 2 990 человек. 99,6% не смогли объяснить смысла слов покаяние, грех, смирение, промысел Божий, молитвенное правило, символ веры. Какой вопрос надо делать-то делать-то? Девятый пункт. Девятый пункт. Девятый пункт. 900 человек. 30% сторонники или участники тоталитарных сект, среди которых наиболее популярными являются саентология, ивановцы, кришнаиты. Десятый пункт. Не видят в этих заблуждениях опасность и считают, что верить можно как угодно и во что угодно. Это 99,6%. Не считают опасным экуменизм. Одиннадцатый пункт. 99,6% не знают молитвы, не умеют себя вести в храме, не понимают духовного смысла поста. Двенадцатый пункт. При этом крещеных в православную веру из них 97,5% Евгения Павловна Цепенникова. Алтайская миссия. Это журнал церковный. Номер десятый, в скобках 76. Июнь 1999 год. Московский патриархат Русская Православная Церковь. Комментарий Лапкина И.Т. Когда я встретился с Евгением Павловной, прочитал эту статью, чтобы поблагодарить ее, но она искренне испугалась, когда я растолковал подлинный смысл того, что она напечатала. А результат таков. Из трехсот лжекрещеных Московской патриархии едва лишь один что-то знает из того, что совершается в храме. Если бы вопрос стоял о том, что знают эти три человека из тысячи, и десять человек из трех тысяч по Библии, по канонам, то едва ли она нашла бы одного. И Анзлатаус говорит, «Если одна овца погибнет по твоей небрежности, о священник, то тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину. А здесь погибает две тысячи девятьсот девяносто». И десять под вопросом. При личной встрече с епископом Антонием Масендичем в епархии. Мы долго беседовали с ним, более двух часов. И я показал ему эту газету и эти успехи, в кавычках, его епархии. И он искренне сокрушался, говоря, «А что я могу сделать? Я их посылаю работать, а они воруют». Тут такая бойня была из-за денег. У-у-у, Алтайский край гудел. Телевидение пригласили. Храм отделился, он лишнего потребовал-то. А священники штурмовали. Да полез там они штыри там в Новоалтайский, Новогеоргиевский храм. И он, священник, крестом-то за этот штырь-то завис. И все это видео снимает. И вот дальше. Я подарил ему эту газету, сказав, «С этими результатами явитесь на суд Божий». Он сказал, «А я даже не знал про эту газету. Как-то она мимо прошла». Попросил его выдать похвальный лист Евгении Цепенниковой. «Такие материалы на дороге не валяются». И сказал ему, «А нас было пять человек с нашим епископом Евтихием Курочкиным». «Почему же вы так распустили вожжи и не наказываете своих священников и работников, о которых патриарх Алексей II сказал?» Кавычки открыты. «Каких бандитов напринимали в церковь?» Вопрос о воскресательном знаке кавычки закрыты. Епископ Антоний встал, осторожно открыл дверь в своей приемной, выглянул на дверь, за дверь, и смущенно сказал, «Боюсь, подслушивают. Недавно было покушение от своих же. В сорок один год умер. Или задавили». «Нам всем стало страшно и жалко его, заложника насквозь пропитанной мафиозными структурами МП». 8 июля 2001 года епископ Антоний внезапно скончался в возрасте 41 года. Пророк на ум 1.10. «Ибо сплетшиеся между собой, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома». Вот так. Дальше вопросы задавай. Дальше были вопросы. Ну, то есть, в принципе, сами ценники, они недопустимы. Правильно я понимаю, Гнать? Хорошо. Ты с этой груши маленько подвинься ближе. Я тогда растянул пошире фотографию. В сторону синей груши. Еще маленько к ней. Еще. Вот так, стой. Все, я теперь растягиваю. Все, тебе на плечи положу картинку. Я выполняю твою просьбу. Главное, чтобы у вас было слышно. Меня-то... Ой, видно, то есть. Ну, вот я делаю так. А она больше не идет, только наполовину. Все. Да какие ценники-то, если мы торговлю выбросили, и ценников нету? Ты самое главное это сделай. Сатана скован, и все, мы свободны. Ты понимаешь, вот я грешный, супергрешный. И Иаков говорит, все мы много согрешаем. С этим согласны все православные. Почему никогда не считают первое послание Иоанна, третья глава, девятый стих. Прочитай, слух. Первое Иоанна, любимого ученика Христа. Сейчас, подождите. Я могу прочитать, если не можешь. Первое послание Иоанна, третья глава, девятый стих. Никогда священники не считают это и не будут считать. Потому что это вопреки логике. Иначе им тогда делать нечего в храме. Им нужны грешники, чтобы исповедовать, прищищать. Третья глава, девятый стих. Потихоньку. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семья его пребывает в нем. Подожди, по порядку. Всякий, рожденный от Бога. Они этого никогда не проповедуют. И люди нерожденные. И дальше, рожденный от Бога, что? Не делает греха. Как это не делает, когда все мы грешники? Ты скажи такое, не делает греха, до тебя запинают. Да кто ты такой? Мы грешны, супергрешны. Сорок раз, Господи, помилует тараторим. А апостол говорит, не делает греха. Не просто не делает, а дальше? Потому что семя его пребывает в нем. А это семя, Слово Божие сеять. А Библии нету. Дальше? И он не может грешить. И не может грешить. Он не может грешить. Да разве православные поверят в это? Ну, а ты поверил в это? Ну, Игнать Тихонович. Торговля в храме. Господь говорит, не можете служить Богу и Мамуне. А Пархоменко говорит, можете. Он благословляет. Как Феофан Затворник говорит. А Бог говорит, я не благословляю. И что будет утверждено на небесах? Они благословляют. На что? Ну, вот они же, ну, как вот, как объяснить? То есть он объясняет, там священник один говорит, что то, что, как он перефразирует слова Христа, говорит, что, типа, то, что вы даром получили, мы якобы даром отдаем. А то, что не даром, мы где-то купили, там, я не знаю, в епархии купили, закупили какие-то платные продукты. Ну, как не продукты, а иконы, я не знаю, что-то, свечи. Торговли не должно быть даже в ограде. Каноны. Даже в ограде церковной не должны быть торговли. Все. И они не православные. Они пришельцы. Но об этом, на передаче об этом вопрос вообще не поднимался. Ну и все. До самой сути мы дошли сразу с первого слова. Торговля запрещена. Не можете служить Богу и Мамоне. Все вопросы сдохли. А собаку эту за хвост за в яму. Ну, это хорошо. Ну, а дальше давайте посмотрим. Такой был еще вопрос. Должен ли церковный бюджет быть прозрачным для церковной аудитории? Ну, для нас, для прихожан. А зачем это нужно? Не надо. Надо верить священнику. Бюджет. Какой бюджет? Мы даем десятину. На это избранные люди. И когда нужно, они докладывают. Это отдельно еще пойдет. Десятина. Вторая десятина дается на нужды. Тогда души докладывают. А священник не обязан. У нас это десятина платит десятину. А остальное он в поездках. Где он нуждается? Храмы строит. Вот к нам обращаются к батюшке. Сгорел там храм в Томске. Сразу батюшка туда. Так оттуда благодарность пришла от Ростислава. Митрополита. В Белоруссии храм сгорел. Батюшка туда, отцу Петру сразу собрали деньги. Мы никому не подотчетны. Могут делать. То есть люди там в пиджаках, в галстуках стояли и говорили, что есть такой опыт в Европе, церковный налог, что даже в Германии, например, 8-9% от подоходного налога собирает федеральная налоговая служба. А кто не платит такой налог, а отлучает от причастия? Вот такой вот. Я про это знаю, про Германию. Ну тогда что-то, а торговля не должна быть никакой. Десятина все покрыла. А они скажут, они отлучают. А чего отлучают? От причастия не отлучают. Нам не надо налог, чтобы с налога они себе что-то берут. Мы прямо в руку должны отдать, и все на этом кончилось. Наши люди, когда разъезжаются по другим странам, приходят и священнику дают. А что это такое? Он говорит, десятина не надо. Он догадывается, что если десятина, то значит ни за что деньги брать нельзя. А что? Люди-то приходят и уходят. Десятину они не будут давать. А бесплатно делать? А ему надо питаться, у него семья. А десятина все покрывает. Десять человек, и священник будет так же жить, как мы. А если их больше, тридцать, вполне нормально. Вопрос решается проще. Бояться Христа, любить Слово Божие, жить по Слову. Торговля и храм несовместимы. Мы срабатываем, какой властью изгоняешь? А мы спросим, какой властью торгуете? Какой властью? Он Бог. Они не поняли, что он Бог. Это мой дом, мой, мой. Вы у меня арендуете его на время. И свои порядки установили. Бог дает храм, мой дом. Он не храм, а патриархии. Не нам принадлежит он, Богу. И поэтому у нас такой порядок. Ты видел, как? Отдельно мужчины, женщины стоят. Не ребенок, и тот не пискнет. Все. Идеальная дисциплина и порядок, это я видел. Ну, Игнат Тихонович, тогда вы поднимали вопрос о десятинине, вот эти, как сказать, в пиджаках люди. Священники вообще как бы не говорили об этом. А вот они предлагали, что почему бы десятину не ввести и так далее. Ее не ввести? Только верующие платить будут, неверующие не будут платить. Я один раз прихожу, буду давать десятину круглый год, до чего ради-то? Их приучили к этому. Адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, мормоны, все берут десятину. Строжайше. Вот я читал про Нового Моргана, это миллиардер там, среди Рокфеллеров, Дюпонов. И он говорит, я понял с детства, надо платить десятину. И начинал торговать шляпами. 45 долларов, говорит. Я 4,5 отнес в церковь. Ну, не церковь, а в секту. Теперь он получает миллиарды и отчисляет миллионы. И он говорит, это только десятина меня сделала богатым? Ну, если обо мне в интернете, везде идет молва, что я самый счастливый, которого они встречали, человека. У меня нет ничего, и все мы обладаем. Пусть люди говорят это. А почему я плащу десятину? С первого дня. И неоскудевающе бог дает. А откуда дает? Как вот представьте, вы только на одну поездку до Лиссабона, Португалия, у нас на горючье ушло 440 тысяч. При пенсии моей 8 тысяч 100 рублей. 101 рубль. 33 копейки. Где же деньги берете? Небо открою, Господь пообещал, он и сыпет. Незнакомые люди сразу же. Особенно меня тронуло в Швеции, когда мы поломались. И тут узнали, кто-то. Сказали через Сергея Козлова. Да выход-то простой. Пускай они бросают машину. Сейчас же даем деньги. До города, до ближайшего доезжают и покупают новую машину, такую же размером. Только уже будет она иномаркой. Незнакомые люди. Иномарка, она же не 200 рублей стоит-то. И люди, которые нас не знают. Вот, когда мы остановились, корс какой-то там городишко, портовый. А наверху, на втором этаже, там можно подсоединиться в интернет. И мы только, видите, подсоединился, Виктор Николаевич Ставченко-то. И там сразу ролик стоит. Англичане поставили. Великобритания. Стоят баптисты в ряд. Он у нас есть здесь. Мальчик маленький-то. Баптисты стоят и крестятся. Я этого не видел. Господи, благослови Игнатия и его друзей, которые в поездке миссионерской. Мусульмане молятся. А когда пути человеку угодны Богу, он говорит, и врагов его примеряет с ним. Дальше. Игнатий Игоревич, а когда вы первый раз узнали о Десятине? Я это узнал в 1962 году, примерно 27 сентября в 17.00 каким-то образом. И когда я услышал о Десятине, и что Бог проливает, как Пророк Малахи говорит, 2-3 глава, милости неба, я еще Десятину-то и не знал, не платил. А внутри у меня прям огонь загорелся. Господи, я буду платить 9 Десятин. И 56 лет так у меня прошла жизнь. Поэтому старался доходную работу иметь, 2-3 работы физических. Я неукротимый был в работе. У меня выработка была в тресте первое место. 280-300 процентов. Две печи за день, а ее 4 дня делают. Две печи от фундамента до трубы. То есть вас вдохновило именно, что Господь сказал, что испытайте меня, и я благословлю вас. Да. Но есть там и противоположные его слова. А меня, например, когда я первый раз услышал об этом, хотя в семинаре учился, но мимо как-то все проходило, об этом не говорили там ничто. А вот от вас я услышал, но меня поразили слова, что проклятием вы проклятыми. Я испугался вот этого. А меня это не тронуло проклятием проклятой. Почему? Потому что до этого еще, сейчас вот мне из дома пишут, братка, а когда ты начал работать, ну, когда я был студентом там в техникуме обучащимся, то ясное дело, что ничего от меня не было. Я бегал, зарабатывал на хлеб. А вот когда уже стал работать, ежемесячно я платил своему отцу, инвалиду войны, ежемесячно посылал деньги. Там подрастали малыши. И они получали, а я работал на корабле на Балтике, а получали в Алтайском крае, поселок Потеряевка. Проклятие меня никак, я не, никак, если меня это не касается. Я все время от себя отрывал, уже не пил, в рот ничего не брал. Это у меня не было. Во всем себя сокращал, ни мяса, ничего нету. И поэтому у меня десятина, вот, допустим, она была большая. На квартире живут три девушки. Вот удивительно сейчас, я думаю, девчонки живут, сестра живет четвертая, я пятый. И комната вместе по стенам взять. Это и туалет, и все. 12,8 квадратных метра. А у меня шторки, они за шторками. И теперь, а мы хотели бы с вами питаться. Хорошо, давайте договоримся. 25 рублей вы согласны откладывать? Конечно. А родители помогают всем. 25 на месяц. Давайте. Вот место я показал, где мы кладем. Я кладу, Надежда Васильевна кладет, сестренка кладет. Вот нас уже трое. И они кладут. Месяц кончился. А у нас ушло только по 15. А рядом другой пакетик, десятина. Мы договорились, что останется к десятине. Мы к десятине. И у них учеба идет прекрасно. Веселые девчонки. Одна мусульманка была. Понимаешь, это нельзя выразить. А у меня на работе можно было там бойлер подогревать и теплую воду, горячую воду. И они приходили у меня, мылись. Ну, только отдельно там, как купальня где-то. И за всю жизнь никогда, нигде не взял за квартиру. Вот у меня за стенкой полностью комната, отдельный ход жил Игорь с 14 лет женой. С 14 лет. Я ни копейки, даже в мысли не пришло, как бы я взял. А верующие, неверующие, для меня разницы нет. Да чего же ради я буду брать-то, когда Бог мне дал. У меня одно время, вот интересно, у людей негде голову преклонить, как у Христа. А мне в Барнауле только, а Господь дал, 4 квартиры. 4, представь себе, в городе в одном. А как это так может быть? Ну, одну я получил на работе барачного типа. Сейчас за нее бьются под снос, чтобы другим дали. Уже подписал, кому отдать. Другой я около храма купил квартиру прямо через два дома, чтобы бабушки приезжающие могли отдыхать. Надежда Васильевна там царствовала, привозила уголь. И один раз я только зашел, там шорох такой начался, бабки. Хозяин пришел, хозяин пришел. Ну, я поздоровался и вышел. А когда храмы начали везде строить, народ-то отхлынул. И у меня стала возможность такая, лишиться этой квартиры. Я там один, молодые только поженились, я ему подписал квартиру сразу же эту. Не квартиру, а копленную за мои деньги, закромную. Дальше. Когда я судилась 11 лет после освобождения, за слово Божие, за деятельность мою, и 11 лет и суд выиграл, и тогда рассчитываться нечем. И это все Бог делает. И дает пристава, который женщина, сейчас за фамилию Пшеничкина или как-то, и она поставила перед городской администрацией. Если вы не рассчитаете Слабкина в течение месяца, я арестовываю все счета. Ни один бюджетник не получит ни копейки, ни учителя, ни врачи. Это вообще, это момент такой был. Ничего нигде не было. Тогда меня со мной стали разговаривать по-другому. Как сказать, председатель он анализовался, глава администрации Железнодорожного района Петроп Юрий Михайлович. Я пришел к нему, и он говорит, ну и как? Я говорю, нам нужно место где-то, чтобы какой-то домик выделили за эти деньги. А какого размера уже, видимо, там работу ведет Господь. А я вижу прихожая его, большая приемная. И где у него кабинет-то? Ну, так подумал, думаю, ничего, ладно, скажу. Я говорю, вот такая бы кабинета, а это где-то, ну, 90, наверное, квадратов. Я думаю, это завалил я, все пропало. А он, так, это же маленькая. Я понял, смеется надо мной. 90 квадратов после 18, это 12 квадратов-то. А казалось, когда Господь начал делать два дома, я только просил, чтобы недалеко было автобусов, трамваев, и чтобы сухое место было, в подполе вода не стояла. Мне самое такое место дали, центральный район, около Аби, можно рыбачить на пляж ходить, как мне пишут. И Господь так дал. И дали два домика. Два домика, ограда 13 соток земли. Когда на меня Синистин этот нападал, и он на карте-то нашел, где в Барнауле-то, а-то надо же, прокурор края там ему, а-то, да как это так, а-то такое райское место, там видно, там какая красота. Дали, притом ель такая растет, шикарнейшая ель, береза, там что, все это на решетке. Я ничего не делал, тут была афганская группа, кто в Афгане раненые были, они здесь были. И так Господь сделал, сделал. Я это получил, два домика, в одном живу, а другой там 226 квадратных метров и 13 соток земли. Это Бог сделал. Вы связываете с десятиной напрямую, да, Игнатий? Да, с десятиной, только с десятиной. У меня не было ни одного дела, чтобы я был благословлен. Ни одного дела нет. И притом это говорят не кто-то, а первые лица нашего края, я их называю генералами. Ну, мэр города имеет звание генерала, прокурор края генерал-лейтенант, начальник юстиции генерал-лейтенант, сидят вместе, беседуют на день рождения там они, сабантующих. А я пришел, они, о, Лобкин пришел, а мы о вас только рассуждали. Я говорю, а что, более счастливого человека никто не встречал. Вы всегда радостные. Я говорю, а по какому критерию определяли? По-простому. Вы всем довольны и делайте то, что вам нравится. А я ввожусь с этими преступниками. Понял? А вот, когда вы были в поездке в Миссионерской, вы встретили человека, я не знаю, баптист, он из протестантов. И он вроде 5-10 надавал, или 3-10, но у него много детей было. Да, Кукушкин, фамилия его в Иркутске, Кукушкин какой-то. И мы у него дома ночевали. И мы сели утром обедать. Завтра где-то, а он стоит сзади крестницы, их руководитель, пресс-митер. А мы один раз с ним были. Мы идем, когда он вышел на встречу, а у него там склад такой, и подвальное помещение огромное. Он идет и спрашивает, а сколько вам? Я говорю, ну сколько? Я думаю, хватить лишку-то нельзя. Ну, думаю, килограммами вешать. Ну, килограмм 150. Ну, хорошо, посмотрим. Он идет, а я разговариваю. И вот мы поднимаемся, ступенек 5, потом проходим это в первый этаж, а с него опять подвал. И когда... А я разговариваю с ним. И он вдруг вот так повернулся. Это было... Я в жизни первый раз живого пророка вижу. Да какой пророк? Я говорю, один порок. Нет. Нет. Вот так у него там... Все, он так махнул руками. Хоть все заберите. Как будто зазомбировал человека. Нагружайте, сколько вам надо. Ну, нагрузили, чтобы рессоры в обратном направлении не получились. И он к себе зазвал. Ему у него там ночевали. У него 9 ребятишек и 5... Но вы завет. Но вы завет он вам дал, да, Игорь? Но вы завет дал? Нет, нет. Евангелие от Иоанна. Ага. Угу. Это в Иркутске. Кукушкин его звать. Игорь. Игорь. Хороший человек. Жена, кажется, в девятом была беременная, сидела. А сколько он десятин платит? Пять, говорю, десятин плачу всю жизнь. Вот я первый раз встретил человека. А чтоб 9 платил, такого не встречал и не слыхал. И я прожил, притом всегда у меня все было. Я даю десятину, а Бог мне дает пять десятин в ответ. Вот я только намещаю нам ехать первая поездка. Первая поездка, мы решили юг пройти и все. В этот же день, как телеграмма. Вам деньги нужны? А кто такой? Калининград. Булкин Дмитрий. Вы книги издаете? Я говорю, уже не издаю. Я умею резко отрезать. Стихи не пишу, проповеди не говорю. Занялся другим. Больше не одно стихотворение написал. Ну, так а деньги еще не нужны? Я говорю, мы едем. Так на поездку-то да. И он потом вторую поездку в Калуге. Огромный контейнер морской подготовил на место, где остановиться. А сам в Калининграде живет. Как он нам помог, когда нас на эвакуаторы тащили. Обеспечил проезд в Литву. Из Калининграда прислал за нами эвакуаторы. Мы все взяли на себя, отремонтировали. Дмитрий. И никогда так мы с ним не встретились. Мы сломались, а он в Испании в это время. Оттуда руководил. Почему? А люди стонут. Ничего не нового. А я не боялся ничего. Вообще не боюсь. Что бы у меня ни случилось, у меня сотни людей со всех сторон поддерживают. В интернете каждый день новый человек. Вы мой духовный отец. Я говорю, нарожал и знать не знаю вас. Игнатий Тихонович, а вы, мы по жизни вот встречали священника, который от десятины живет. Да. Мой брат родной. Так у него овечек сто овец. Он пастырь такой, такой. Он сам пасет, сам работает. Жена агроном. Ты знаешь ее, Людмила Ивановна. Она тут с институтом сотрудничала, семена там готовит. Она работяга, она как трактор пашет. А отдыхать в храм приходит, заснет и сидит. Скажет, даже без этого, чтобы не сказать, как, момент такой подходящий. А батюшка, батюшка живет с десятины. У него все свое. И огород, и все свое. А он, а вот отец Аким, когда начал жить от десятины, с какого времени, не помните? Еще не помню, это отлично помню. 91-й год. Как только приехал, так с этого момента. Так у него свое хозяйство, он держал корову, две лошади. У него все есть, пашня, гектар сорок. У него все растет. Он работник, он трудяга. А он, 91-й год, это уже была зарубежная церковь? Да, от нее мы зарегистрировались. В этот год началась восстанавливаться Потеряевка. С марта месяца. С 23 марта. Я могу точно сказать даты. И вот батюшка, он мне, брат родной, он во много раз богаче. У него овечек 100. И все время прибыль идет, двойняшек приносят. Он благословенный. А я плачу десятину. Десятину плачу и в первых числах января. На 9 год, потому что, не дай бог, у меня денег не будет. Я за всю жизнь ни одному человеку не был должен хотя бы месяц. Вот сейчас должен только этому. Сергею Пупкову отправляли посылку, и не было денег. 12 тысяч за отправку в Америку там с одной. Я сейчас отдам ему. У меня пенсии, ну, оказалось, что нету. У меня ничего нету. И в то же время обладаем всем. Полностью сходится. Павел говорит, ничем не обладаем всем. Так, мне надо идти. Еще вопросы давай быстро. Встречаю. Мурана, он сейчас, должен подъехать она. А, ну, уже, да, Игнат. Ну да, с Германии, с Америки. Так, еще вопрос быстро. Все, 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 я не... Все, закрывай лавочку. Благодарю, брат. Благодарю, брат. Спасибо!